У нас с открытым глазом получается маленькие стрелочки, небольшие совершенно теневые, но когда клиент закрывает глаза, тут получаются такие большие тени. Всем привет, меня зовут Анна Куцеволова, я топ-мастер сети студии перманентного макияжа реброуми и владелец школы и студии Санкт-Петербурга. Сейчас мы посмотрим, как на сложных глазах с опущенным веком рисовать эскиз теневой стрелки. Нужно сразу смотреть, как в расслабленном состоянии опускаются стрелки на глазах и начинать со сложного глаза всегда. То есть мы смотрим, вот здесь у нас опускается глаз сильнее, то есть вот она у нас складка. Девушка у нас хочет такие вот вытянутые стрелки теневые, поэтому мы смотрим и рисуем с открытым глазом, ставим себе пометку, как у нас будет идти нижняя линия. В расслабленном состоянии смотрим, чтобы она не ломалась. Она сейчас видно, что чуть-чуть ломается, видите, вот это место выше, а это смотрится выпуклой частью. Опускаем немножко ниже здесь, вот, и смотрим опять в расслабленном состоянии. Если линия хорошо и ровно красиво идет, то значит это нам подходит. И точно такую же линию делаем на другом глазу. Точно так же с расслабленным глазом, не обращая внимания на вот эту складку. Потому что в расслабленном состоянии складка никуда не денется, нам нужно рассчитывать на эскиз, на нее. Смотрите сейчас прямо на меня. Сейчас у нас видно, что направление одинаковое, то есть мы задаем одинаковое направление, после этого уже человек может закрыть глаза, и мы можем закончить уже отрисовку эскиза. Закрывайте глаза. Нижняя линия вот здесь на опущенных веках не должна быть яркой, то есть мы ее будем тоже делать тенью, без четкой какой-то стрелки. Потому что если сделать четкую ровную линию здесь, то она будет опять же ломаться при готовом варианте, зажившем уже. Создаем линию из точек легких, и добавляем точки по всему веку на ширину нашей теневой стрелки. Можно чуть-чуть четче здесь нарисовать для себя, чтобы не потерять эту линию. В целом с открытым глазом века смотрится чуть более вытянутым. Естественно, четкой тонкой стрелки здесь не получится при таких глазах. Все люди, у которых опущенные глаза, должны это понимать. И в целом смотрится красиво. Мы показываем клиенту, нужно удостовериться, что ему все нравится, и после этого уже делать второй глаз. Мы сейчас показали клиенту в зеркало, посмотрели, и решили, что хочется длиннее. Поэтому делаем длиннее. Точно так же с открытым глазом ставим себе точки. Смотрим прямо. Немножко можно опустить это все дело. Нижнюю линию. Вот это все пространство, где морщинки, вот это, где прячется кожа в складку, оно у нас должно быть проработано легкой-легкой тенью. Четкой стрелки на таких глазах не получится. Мастера должны это понимать. То есть в вашем варианте только вот такая, мне кажется. Смотрите. Да, вот так. Да? Но оно будет не ярким цветом, не черным. Тогда рисуем вторую. Можно уже с закрытым глазом. Но надо удостоверяться, с открытым глазом проверять все. Потому что, видите, я сейчас поставила точку, а века опустилась сразу, то есть нам не подойдет это место. Значит, мы должны чуть-чуть выше начать. Вот. У нас с открытым глазом получается. Маленькие стрелочки, небольшие совершенно, теневые. Но когда клиент закрывает глаза, тут получаются такие большие тени. Вот при веках таких со складками только такой вариант. Если хочется какую-то стрелку, то только вот такие большие тени. Но при открытом глазе они смотрятся как маленькая стрелка, и даже это все прячется. А когда чуть-чуть вот вверх, то вот так у нас много всего. Видите, там какое пространство. То есть при таких глазах только мягкой тенью можно работать. Ни в коем случае ни какие-то четкие линии, яркие, никаких черных цветов. Все мягко, нежно, воздушно. И тогда у нас получится хороший результат.